Приветствую! Сегодня речь пойдет о научной работе, авторы которой рассматривают фундаментальные вопросы о происхождении и особенностях миграций носителей фатьяновской и средневолжской абашевской культур. Цель работы заключалась в том, чтобы на основании новых лабораторных данных о древней ДНК рассмотреть гипотезы о пришлом происхождении палеопопуляций фатьяновской и средневолжской абашевской археологических культур на русское равнине. В исследовании были проанализированы образцы 25 человек, относящихся к фатьяновской культуре. 20 образцов было получено от захороненных в пределах Волосово-Даниловского могильника, два из раскопок в Никульцена и по одному из Воронково, а также Галузинского и Горецкого могильников. Стоит отметить, что Волосово-Даниловский могильник – наиболее репрезентативный погребальный комплекс фатьяновской археологической культуры. Помимо этого, впервые был проведен палеогенетический анализ 14 человек, относящихся к абашевской культуре, 13 человек из Пепкинского кургана и одного из старшего Никитинского могильника. Пепкинский курган, открытый у деревни Пепкино, представляет собой коллективное захоронение группы молодых мужчин, не менее 27, средневолжской абашевской археологической культуры, погибших в бою. Кстати, для исследования авторы работы намеренно отбирали представителей мужского пола разного возраста, так как для них возможен анализ однородительских маркеров как по мужской, так и по женской линиям. Здесь сразу хотелось бы выразить благодарность авторам работы за их вклад в наше понимание прошлого. Введение Обнаружение в диномах европейских групп компонента восточных охотников и собирателей, соотносимого с генетическим наследием населения ямной археологической культуры, в свое время распространенной на обширных территориях евразийских степей, стало одним из наиболее спорных вопросов в российской археологии. И хотя между распространением культуры и генов нельзя ставить знак равенства, генетический вклад относителей ямной культуры зафиксирован во многих регионах Европы. Наличие этого степного генетического сигнала отличает представителей культур шнуровой керамики и колоколовидных кубков, а также более поздних жителей Европы эпохи бронзы от ранних неолитических земледельцев этого региона. При этом на территории европейской части современной России подобные генетические исследования до недавнего времени отсутствовали, пока в 2021 году не была опубликована работа, обзор которой также есть на канале под названием «Генетическая история населения Запада России при переходе от Каменного века к Бронзовому». В этом более раннем исследовании авторы пришли к выводу о зарождении носителей фатьяновской культуры благодаря миграции смешанного населения, потомков носителей ямной культуры и европейских ранних земледельцев. Тогда авторы сообщали, что в моделях только две популяции, а именно из культуры шаровидных амфор Украины и Польши, а также трипольской культуры Украины, оказались потенциальными источниками для смешения со степными скотоводами с генетическими профилями, как у представителей ямной культуры Самары и Калмыкии, для образования генетической структуры популяции фатьяновцев. Также была отмечена близость этих людей с представителями культуры шнуровой керамики. На основании данных археологии в последние годы уже высказывались предположения, что на территории Восточной Европейской равнины в конце III тысячелетия до н.э. происходили масштабные миграции с первоначальным импульсом из Центральноевропейского региона. В пользу этого довода говорит схожесть керамического комплекса средневолжской абашевской культуры, следы которой выявлены непосредственно в Поволжье, на территориях Брянской, Московской и Ярославской областей с керамикой поздней фазы культуры колоколовидных кубков в Южной Германии. Результаты Анализ Y-хромосомы По результатам микросателлитных исследований и анализа Y-хромосомы по методу секвенирования нового поколения, для образцов, относящихся к фатяновской культуре, получена единственная гаплогруппа R1A Z93. Вероятно, такая однородность гаплогруппы Y-хромосомы связана с эффектами основателя и дрейфогенов в изолированной древней группе неместного происхождения. На данный момент линии гаплогруппы R1A1A1B2 Z93 с заметной частотой встречаются в Южной Сибири, среди алтайцев и хакасов, более 30%. Также сравнительно небольшие частоты встречаются среди Татар-Поволжья, в Кыргызстане и во всех популяциях Ирана от 1 до 8%. Среди археологических культур указанная гаплогруппа обнаружена в частности в саксайской культуре XV-XII веков до н.э. Субветвь этой гаплогруппы R1A1A1B2A Z94 представлена рядом образцов, относящихся к археологическим культурам средней бронзы центральной и западной части степного коридора Евразии, Андроновской, Полтавкинской, Синташтинской, а также Саксайской XX-XV веков до н.э. А вот для образцов Абашевской культуры полученные результаты менее однородны. Для большинства образцов из Пепкинского кургана определена гаплогруппа R1A Z93-Z94. Однако у троих мужчин с этого участка была гаплогруппа R1B Z2103. Примечательно, что для Абашевца, захороненного на значительном удалении от Пепкинского кургана в старшем Никитинском могильнике, был получен достаточно полный гаплотип, также предсказывающий принадлежность к той же гаплогруппе R1B Z2103. Указанная гаплогруппа была выявлена у мужчин, относящихся к Ямной, Афанасьевской, Полтавкинской, Катакомбной и Окуневской культурам III-II тысячелетия до н.э. Микросателитные исследования в палеогенетике являются важным инструментом, особенно при исследовании групповых захоронений, поскольку позволяют выявить близость с точки зрения происхождения по мужской линии, а иногда и прямого родства, когда гаплотипы по всем считанным CTR-локусам совпадают. При этом результат тем точнее, чем выше число считанных локусов. Такие совпадения были найдены как для фатьяновцев погребенных волосов о Даниловском могильнике, так и для абашевцев из Пепкинского кургана, а также старшего Никитинского могильника, что указывает на возможное близкое родство по отцовской линии людей с совпадающими CTR-локусами. А у людей, которые продемонстрировали минимальные отличия в значениях аллелей в одном или двух локусах, общий предок по отцовской линии мог жить несколькими поколениями ранее. Анализ митохондриальной ДНК Материнские линии фатьяновцев были более разнообразны, чем отцовские. При этом основной гоплогруппой митохондриальной ДНК была U с сублиниями U5A1B, U5A1D2A и U5A1A1. А среди редких так называемых минорных линий определены H6A1A и I1A1. В большинстве линии гоплогрупп совпадают с задокументированными и в работе 2021 года, но с некоторыми дополнениями, как линии U5A1D2A и U4A1 у фатьяновцев из волосово-даниловского могильника. Однако в предыдущем исследовании линия U4A1 определена у одного из охотников-собирателей культуры веретье эпохи Мезолита, захороненного в могильнике Песчаница-1 на юго-западе Архангельской области. А еще ранее эта линия была обнаружена у восточных и скандинавских охотников-собирателей. А что касается хронологически более поздних представителей абашевской культуры, то часть их линий, таких как U5A2B2, H41, ранее были обнаружены и у фатьяновцев. Однако неожиданностью для авторов стало, наличие гаплогрупп J2B1A2A и K1B1A1 плюс 199 у абашевцев из пепкинского кургана, ведь распространение этих линий связывают с неолитическими земледельцами. При этом пары с этими линиями имеют полностью совпадающий набор мутаций, что указывает на их родство по материнской линии. Анализ аутосомных маркеров Сравнительный анализ аутосомных генетических вариантов с использованием метода понижения размерности проводился для 19 образцов в сочетании с ранее опубликованными данными 75 человек. По результатам анализа, большая часть исследованных в новой работе образцов фатьяновской и абашевской культур объединились между собой в одном кластере. Туда же вошли некоторые фатьяновцы из предыдущей работы. Неожиданный результат был получен для двух фатьяновцев из Волосова-Даниловского могильника, которые оказались ближе к скоплению образцов из контекста различных археологических культур эпохи Бронзы, а именно из культур шнуровой керамики колоколовидных кубков Афанасьевской и Синташтинской, что указывает на генетическую близость жителей эпохи Бронзы, несмотря на их разную хронологию и географию. Обсуждения и выводы В новой работе у представителей фатьяновской культуры не обнаружено других отцовских линий, кроме R1A Z93, что вероятно связано с эффектом основателя, когда небольшая группа отделяется от первоначальной популяции и формирует новую, и дрейфом генов, когда одна линия сохранилась из-за случайных событий. Это подтверждает миграцию группы представителей культуры шнуровой керамики из Центральной Европы и отсутствие связей с представителями местной волосовской культуры, что также упоминалось и в предыдущем исследовании, хотя его авторы использовали другие образцы и методы. Примечательно, что ранее по результатам анализов травм левой руки в области локтевого сустава и кисти у мужчин из волосово-даниловского могильника, авторы исследования, опубликованного в 2022 году, пришли к выводу о схожей тактике боя у фатьяновцев в Верхней Волге и шнуровиков в Германии и Польше, что служит независимым индикатором их принадлежности к единой культурной общности. Помимо этого, совпадение метахондриальных гаплогрупп в обоих упомянутых генетических исследованиях также подтверждает гипотезу о неместном происхождении носителей фатьяновской культуры. При этом однообразный погребальный обряд фатьяновцев, различный для мужчин, женщин и детей, а также их низкое генетическое разнообразие, добавляют аргументов в пользу существования строгих правил внутри общества, которые можно объяснить его сплоченностью в связи с миграцией в иную среду. А учитывая некоторую близость по материнской линии захороненных волосов о даниловском могильнике с преобладанием ветвей гаплогрупп Ю можно сделать вывод, что фатьяновцы переселялись семьями. Датировка образцов из волосово-даниловского могильника указывает на его использование в течение более 300 лет, минимум с середины III тысячелетия до н.э. Интервал калиброванных дат 2563-2037 года до н.э. При этом волосово-даниловский могильник всеми исследователями рассматривался как наиболее поздний. А спустя несколько сотен лет после первого появления фатьяновцев возникла абашевская археологическая культура в лесостепных районах Среднего Поволжья и Верхнего Дона, предположительно основанная другими мигрантами. При этом Пепкинский курган, на котором были захоронены мужчины, погибшие в одном сражении, на данный момент является главным археологическим памятником средневолжской абашевской культуры. На первый взгляд, это могли быть воины одного племени, потому как они захоронены в одной могиле и по схожему обряду, между 2130-1950 годами до н.э. Однако анализ древней ДНК выявил как минимум две группы разного происхождения. Экспертиза бронзовых изделий из Пепкинского кургана и старшего Никитинского могильников показала, что по составу металла оба памятника относятся к единому этапу средневолжской абашевской культуры, а мышьяк из серебро в составе их металла могут указывать на связь с рудными источниками Южного Урала. При этом для образца из старшего Никитинского могильника была получена несколько более поздняя дата, чем для Пепкинского кургана, отличающаяся на время жизни одного поколения абашевцев. Примечательно, что в Пепкинском кургане один из абашевцев, погребенный с набором предметов кузнеца-бронзолитейщика с гаплогруппой Y-хромосомы RNBZ2103, по данным изотопного анализа, провел свои юные годы в геохимических условиях, которые соответствовали степным районам Южного Урала. К тому же известно о происхождении металла некоторых изделий, найденных в Пепкинском кургане из Ташказганского месторождения меди. При этом по соотношениям изотопов стронция в зубной и костной ткани другой группы мужчин из Пепкинского кургана, все они оказались не местными для территории современной республики Мариэл, где они были похоронены. Примерно до 10 лет они жили в регионе, соответствующему западному ареалу проживания абашевцев в бассейне реки Аки. Похожие значения характерны и для захороненных в пределах старшего Никитинского могильника. Интересно, что абашевцы с гаплогруппой R1BZ2103 были более мобильны, но при этом связаны достаточно тесным родством. Можно предположить, что именно эта группа в составе абашевского населения была тесно связана с металлургическим производством. Однако другая, более многочисленная часть мужчин из Пепкинского кургана с гаплогруппой R1BZ93Z94 очевидно имела иное происхождение. Отцовские линии и аутосомные маркеры сближают их с фатьяновцами, прежде всего из волосова Даниловского могильника. Однако неясно, связано ли происхождение абашевцев с фатьяновцами, что в целом не подтверждается археологически, или же с новой миграцией из Европы, спустя несколько веков после миграции предков-фатьяновцев. И хотя метахондриальные линии поддерживают обе гипотезы, отдельные линии, обнаруженные у некоторых людей из Пепкинского кургана, такие как J2B1A2A и K1B1A1 плюс 199, скорее свидетельствуют о недавней миграции из Европы, где генетический след неолитических земледельцев был очень заметен. Ранее была предложена гипотеза общей и неолитической подосновы населения абашевской культуры и культуры шнуровой керамики. А по черепам из Пепкинского кургана антропологами была отмечена высокая изменчивость у абашевских мужчин. Но в целом метод главных компонент выявил сближение выборки мужчин, погребённых в Пепкинском кургане с южноевропеоидными формами, ранее отнесёнными к грациальным представителям средиземноморской расы, что больше свидетельствует в пользу недавней миграции из Европы. На графике с использованием метода понижения размерности люди из волосово-даниловского могильника сближаются со второй более многочисленной группой из Пепкинского кургана, что может указывать на преемственность. Однако абашевец из погребения Семьпепкинского кургана близок к их мужчине унитетской культуры из Польши, а также к представителю позднего неолита из Марбьерга в Дании, которые жили примерно в то же время, что и он. А это уже аргумент в пользу недавней миграции. У носителей фатьяновской культуры на протяжении всего периода существования волосово-даниловского могильника наблюдается достаточно стандартный погребальный обряд, который роднит их с культурами шнуровой керамики Европы, чего нельзя сказать для набора и инвентаря поселений фатьяновцев. Но обряд свидетельствует о формировании могильника представителями пришлого населения, несущего традиции европейских групп шнуровой керамики. А вот вопрос о происхождении представителей средневолжской абашевской культуры решается не столь однозначно. В её составе присутствуют две составляющие с гаплогруппами R1A Z93-Z94 и R1B Z2103. Для носителей линии R1A Z93-Z94 типично захоронение в могиле рядом близких родственников по материнской линии. Причём здесь выделяются пары с европейскими раннеземледельческими метахондриальными гаплогруппами, как J2B1A2A из погребений 2021 и K1B1A1, плюс 199 из погребений 1617. В то время как захороненных рядом мужчин с гаплогруппой Y-хромосомы R1B Z2103 сближает родство по отцовской линии. Это указывает на то, что система родства в группах разного происхождения отличалась. Примечательно, что абашевцы из Пепкинского кургана с гаплогруппой R1A Z93-Z94, в том числе связанные тесным родством, всегда имели с собой костяные поделки и украшения, в отличие от носителей линии R1B Z2103, у отдельных носителей которой прослеживаются связи со степными районами Южного Урала. Однако решение вопроса о происхождении двух составляющих абашевского населения лежит в плоскости будущих исследований. А я на этом как обычно не прощаюсь и прошу не забывать про поддержку канала. И кстати благодарю откликнувшихся и оказавшим мне помощь после болезни. А всем мира и хорошего настроения!